Ребят, всем привет! Всех рад видеть на канале. Сегодня у нас обзор Xiaomi Redmi 3S. Это новинка от компании Xiaomi. Она вышла в обновление Redmi 3. И после Redmi 3S вышел также Redmi 3X. Redmi 3S в нем заключается тот же металлический корпус. Такая же диагональ дисплея 5 дюймов HD. И приятный дизайн со сканера отпечатка пальца. И камера 13 Мп у нас. Аккумулятор не изменился. 4100 мА оперативной памяти и 16 ГБ своей памяти. Также есть версия на 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ своей памяти. Сейчас давайте посмотрим, что у нас по комплектации. И дальше пройдемся по всем основным тестам данного смартфона. Как Antutu, игровая производительность и остальные бенчмарки. Посмотрим, как снимает камера. И посмотрим большинство интересного. Так же, как работает GPS. USB кабель у нас идет в комплектации. Так же в комплектации идет зарядка. Она идет на 2 А. В комплекте с макулатурой шла скрепка для вытаскивания сим-карт. Вытянем, посмотрим изменился ли слот. Слот не изменился. Вставляется микросим. Это первый слот. А второй слот либо nano-сим ставится, либо флеш-карта. На опыте большинства людей удалось им установить и флешку, и сим-карту во второй слот совместно. Нужно убирать пластик с сим-карты и очень аккуратно их склеить вместе. Флешку и сим-ку. В таком случае получится 2 сим-карты плюс флешка. Хотя производитель мог бы поставить и флеш-слот отдельным слотом. Но ничего страшного. Приступим к включению смартфона. В смартфоне внизу расположен USB слот. Рядом микрофон с правой стороны. Внизу 3 сенсорные клавиши. Под меню, домой и назад. Справа кнопка питания. Кнопка громкости, качелька. Сверху расположилась камера. Фронтальная, которая снимает отлично. Дальше мы увидим видео и фото с нее. Динамик. И датчик приближения и датчик освещения совместно. Корпус приятный. Цвет gold тоже приятный. Есть ощущение металла. Но металл здесь, я так понимаю, не сталь, а какой-то тип алюминия. Вспышка одинарная. Вспышка яркая. Сверху расположился ик-порт для управления техникой. Также расположился 3,5 слот для наушников. И второй микрофон для шумоподавления. Сравнительно с золотым цветом, грейд цвет смартфона выглядит именно так, как мы видим сейчас. И спереди. По характеристикам здесь мы имеем процессор восьмиядерный 64 бита Snapdragon 430. Работает в режиме по 4 ядра. То есть, либо 4 ядра работают на 1,4 ГГц мощности, либо 1,1 ГГц мощности. В зависимости от того, нужно сэкономить или не нужно сэкономить расход аккумулятора. Графический чип Andreno 505. 2 или 3 ГБ DDR3 оперативной памяти. 16 или 32 ГБ соответственно своей памяти. Карты памяти поддерживает до 128 ГБ. Имеет 13 Мп камеру с фазовым фокусом и апертурой 2.0. Апертура отличная. Пятилинзовая камера, хорошая оптика. И это у Xiaomi не отнять. Фронтальная же камера 5 Мп. Мы дальше посмотрим фотографии и видео на обе камеры. Используется GPS-AGPS, который позволяет использовать смартфон как навигатор. И используется 400 мА аккумулятор. Соответственно, все точные характеристики можно посмотреть у меня под видео. Сразу же давайте отклеим пленку. Она матовая и она портит изображение. То есть, через эту матовую пленку хуже видно красоту нашего HD дисплея. Здесь мы видим камера, галерея, настройки. Прошивка здесь стоит Global 751. Это стабильная прошивка, на которую выходят обновления. Она полностью рефицицирована. Установить ее можно без проблем. Как поставить эту прошивку я покажу в одном из следующих видео. Абсолютно русский язык. Никаких подтормаживаний и тому подобного. Play Market присутствует. Камера. Камера имеет быстрый автофокус. В этой модели он очень-очень быстрый. По заявлению производителя, фокусировка происходит за 0,2 секунды. Это очень быстрая фокусировка в камере. Присутствует видеорежим. На него можно переключиться клавишей видео. При видеорежиме есть фазовая фокусировка. То есть, камера сама перефокусируется на объекты. Это большой хороший плюс. То есть, можно на данную камеру снимать какие-либо блоги вести. И камера сама отлично подгоняет фокус. Это также плюс. Камера в Xiaomi смартфонах никогда... Производитель не обманывал с камерой. Всегда они были отличные. Сейчас мы можем наблюдать, как снимает камера Redmi 3S в Full HD разрешении и пишет звук. Как по мне, картинка отличная. Даже лучше, чем в обычном Redmi 3S. Посмотрим, как это будет выглядеть с компьютера. А теперь давайте посмотрим пару фотографий на заднюю камеру. Потом посмотрим видео на переднюю камеру. И посмотрим еще пару фотографий на переднюю камеру. Сейчас мы можем видеть, как записывается звук и видео на переднюю камеру. Как по мне, для скайпа и видеосвязи этого более чем достаточно. И посмотрим пару фотографий на переднюю камеру. Дальше приступим к тесту Antutu. Это самый-самый популярный тест. Программ в который мы посмотрим, сколько баллов выдаст и сравним с другими моделями. Играет музыка Играет музыка Субтитры создавал DimaTorzok Вторая 3D сцена Обычно с этой сценой справляются смартфоны хуже В предыдущей сцене никаких затормозок не было замечено Смотрим следующую сцену На HD разрешении процессор отлично справляется И никаких особых тормозов не замечено Субтитры создавал DimaTorzok Антуту тест закончен В Антуту набрал 40401 балл Из них в 3D набрал 7224 балла Процессор набрал 13205 баллов Опертина память набрала 4626 баллов И также показатель у нас отличный Сравнительно с Redmi 3 он стал выше И сравнительно с другими смартфонами Например даже прошлого года Этот показатель на высоком уровне Сейчас за последний год тенденции Уже большинство смартфонов пробило 100 тысяч баллов В Антуту и приближаются к 150 тысяч баллам Это невероятная производительность Даже сравнивая с прошлым и позапрошлым годом по смартфонам И наш девайс на 31 месте в списке Антуту 621 Теперь приступим к тестированию Мультитач теста Сколько же пальцев покажет нас дисплей Попробуем Дисплей показал 10 касаний И это превосходный результат Wi-Fi на Xiaomi Redmi 3S ловит просто отлично Даже вот посмотрите сколько сетей нашел Redmi 3S Сравнительно с LG G2 2013 года выпуска LG G2 практически не видит Wi-Fi И теряет даже сети А Redmi 3S нашел много сетей И они стабильно держатся Это плюс Wi-Fi Здесь видно что хороший Будет хорошо ловить сети даже на дальних расстояниях К углам отзора нет абсолютно никаких претензий Дисплей и картинку на нем отлично видно Цвета не выгорают При любом угле обзора То есть листая фотографии Вы будете довольны качеством картинки И друзья которые будут сидеть справа или слева Будут также хорошо все видеть В GPS тесте смартфон очень быстро набрал 30 спутников Которые он видит И используется сейчас в одно время 12 спутников 9-4 но мы сейчас находимся в помещении И запросто данный смартфон можно использовать Для GPS навигации В автомобиле Все очень отлично видит Не напрасно процессоры Snapdragon славятся хорошим GPS Все практически все Xiaomi смартфоны можно только хвалить в этом плане Да и в других планах я бы сказал Звук в смартфоне громкий И это слышно Хорошо что динамик находится не внизу Чтобы мы при играх не закрывали его рукой А находится именно сзади Это плюс Динамик сзади Динамик громкий Динамиком полный порядок Давайте померяем Практически 80 дБ 77 дБ Отличный звук Давайте включим еще попробуем другую песню Давайте сделаем тише Звук Это плюс данного смартфона Хочу обратить ваше внимание на то Что датчик оповещений есть Он находится внизу При подключении к компьютеру Либо к зарядке Либо же когда приходит сообщение Или пропущенный звук Здесь мигает соответственный цвет LED индикатора Это очень удобно К слову В тестере Epic Citadel Смартфон в режиме 1280-720 Разрешение экрана Набрал 56,8 кадров в секунду И это хороший результат А это говорит о том Что в играх также производительность не подведет И давайте попробуем протестировать Одну из самых сложных игр World of Tanks Blitz На максимальных настройках Это покажет Еще более детально Насколько времени с запасом Хватит этого смартфона Для играть в игрушки Мы поставили максимальные настройки World of Tanks Blitz И сейчас на старте карты Видим 50 кадров в секунду Хороший показатель Поехали попробуем Повоевать При выстрелах FPS сразу проседает До 46 Но это незначительно Так, нас уничтожили FPS просел только до 40 кадров Меньше 40 кадров не был замечен Вот танк взорван Эпицентр событий Меньше 40 кадров не проседает На максимальных настройках можно запросто играть с этим разрешением дисплея В World of Tanks Blitz и в любые другие игры Поскольку эта игра практически самая требовательная Среди всех игрушек, которые есть для андроида За свои деньги у Xiaomi получился отличнейший смартфон В него смогли вместить как компактность Что 5-дюймовый смартфон, он не огромен Это не лопата В него смогли вместить 4100 мА аккумулятор Которого достаточно, чтобы пользоваться смартфоном двое суток без подзарядки Это отлично Смогли вместить довольно громкий динамик Сканер отпечатка пальца красиво оформленный И стильный дизайн Камера за свои деньги самая, я бы сказал, лучшая В ценовом диапазоне 120 долларов Это очень отлично Металлический корпус Ничего не скрипит, не люфтит Это плюс Как всегда, микрофон и разговорную динамику к Xiaomi на высоком уровне Хорошо слышно собеседника И собеседник хорошо слышит вас Никаких глюков по смартфону не было обнаружено И, друзья мои, могу рекомендовать всем данный смартфон к покупке в любом из цветов Это Gold, Silver Silver это когда белый перед, серый зад И Grey, черный перед, серый зад Ну а у нас же был Gold С вами был канал Figuren Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки, подписывайтесь, кому понравилось И буду ждать ваши комментарии Всем спасибо, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok